Мечты сбываются. Знаменитый спортсмен, четырехкратный чемпион мира по боям без правил Фёдор Емельяненко, исполнил желание тяжело больного школьника из Багучан. Как о мечте подростка узнал легендарный боец, расскажет Алексей Федореев. Самые дорогие, конечно, вот эти медали. Эти медали Григорий Мишутушкин завоевал на краевом первенстве по рукопашному бою. Серебряная и золотая. Готовился к серьезной спортивной карьере. Хотел быть похожим на своего кумира, чемпиона мира по боям без правил Фёдора Емельяненко. Но все планы перечеркнула болезнь. У подростка обнаружили саркому, раковую опухоль. Год назад врачи были вынуждены ампутировать парню ногу. Теперь он учится передвигаться на протезе. Но болезнь еще не побеждена. Периодически он проходит курсы химиотерапии. И на одном из них, в краевом детском онкоцентре, Гриша встретился с волонтерами, которые собирали новогодние пожелания своих подопечных. Что загадать, парень долго не думал, ведь он всю жизнь мечтал о встрече с Емельяненко. Действительно легендарный человек, легендарный спортсмен и вообще исключительная личность. Гришину записку увидела Ольга Абонцева, волонтер фонда Добро-24. Передала просьбу своим знакомым в Москве, спортивным журналистам. Обнадеживать красноярцев не стали. Емельяненко человек замкнутый и на общение почти никогда не соглашается. Помог случай. Обращение волонтера увидел депутат Госдумы Дмитрий Носов. И сам пошел к спортсмену. Спустя неделю подросток встречает необычных почтальонов. Они принесли ему видеозапись. Дорогой Гриша, Господь нам посылает испытания, посылает и помощь, и силы для того, чтобы мы их преодолели. Если Бог даст, я обязательно приеду в этом году в Красноярск, и мы с тобой покидаемся. Все остальное мы сможем с помощью приобретения. Эмоции парень сдерживает, но его восторг передается всем окружающим. А его мама почти плачет. Не так много радости сегодня в жизни сына. Исполнение мечты, пускай пока в электронном виде, придаст энергии, чтобы дальше бороться с болезнью. А сам Григорий уверен, с такой поддержкой он вернется на ринг. Запись его электронной встречи с Федором Емельяненко посмотрела и Ольга Абонцева. У нее восторга не меньше. Я почувствовала то, что я живу. Я живу, и живу не просто так. Мне кажется, это самое главное вообще в благотворительности. Это вот этот акт дарения. Это тот восторг, который невозможно заработать, купить за деньги. Это то, что делает нас людьми. Теперь Гриша надеется, что у Федора будет время все-таки лично приехать к нему в гости. Спасибо, конечно, надо сказать волонтерам и самому Федору Емельяненко. Несмотря на свою занятость, он ответил. И вообще... Спасибо вообще всем добрым людям, которые помогают в такой трудной ситуации. Алексей Федореев, Алексей Овсяников. Новости ТВК.